14.00 в Москве. Меня зовут Оксана Кочкина. Этот час давайте вместе проведем. Итак, последняя информация о организаторе атаки в Подмосковье. Спецслужбы узнали личность этого человека, который строил нападение боевиков на пост ДПС. Двое молодых людей, вы помните, атаковали полицейских с топорами и пистолетом 17 августа. Координировал их действия гражданин России. Он общался с террористами в соцсети под ником Халифат Руфат. Как сообщают наши источники, мужчина, уроженец в Подмосковье, подчеркну еще раз. Следователи обнаружили, что в последнее время он общался со своими подчиненными из-за рубежа. Там зарегистрировали IP-адрес его компьютера в день атаки. По некоторым данным, главный куратор операции мог находиться в Сирии. Террористы разговаривали со своим главарем каждый день на протяжении недели и делали не это в ВКонтакте, в соцсети. В результате нападения на Щелковском шоссе пострадали двое стражей порядка. Теперь о нике Халифат Руфат. Халифат, так называлось древнее феодальное государство арабов на Ближнем Востоке, свое начало она вела от общины Уммы, которую создал пророк Мухаммед. Радикалы провозглашают создание мусульманского халифата, который основан на строгих религиозных нормах ислама, одной из своих главных целей. Имя Руфат – арабское и персидское. Оно означает «знатный», «высокостоящий». По другим данным, имени Руфат в точности в арабском языке нет, и это измененная форма имени Рифат. А вот Ерифат означает для арабов «останки», «покойника». Продолжение следует...